Аня, привет! Привет! Я Андрей. Проект, который представила Анна, видится максимально цельным, и мне это очень импонирует. Как с точки зрения создания готовой одежды, так и с точки зрения выставки, которую можно из этого смоделировать. У нас выбран победитель проекта, и нам предстоит еще очень большой, на самом деле достаточно сложный путь. В первую очередь, буквально в ближайшие дни, мы будем знакомиться с Анной Халиулиной. Это будет моя первая встреча с ней. Я очень надеюсь, что она пройдет продуктивно. И у нас останется всего 4 месяца для того, чтобы подготовить большую масштабную выставку в павильоне «Космос» в ДНХ. Очень приятно познакомиться. Очень рада, да, я уже все почитала. Вообще, я не поверила в то, что я вот делаю это. Мама, привет! Мы определились с тем, что у нас в выставке принимает участие 10 луков, 10 образов мы должны собрать, из них 7 должны быть женскими. В рамках подготовки нам с Анной придется не только поработать над коллекцией, поскольку она все-таки еще не финализирована, и будет необходимо доработать некоторые луки, может быть, что-то добавить нового, может быть, что-то видоизменить. И самое главное, нам предстоит все эти вещи отшить, подготовить финальные эскизы для выставки и провести фотосессию. Это, наверное, самый ответственный этап. Ну, помимо открытия самой выставки, проведение фотосессии профессионального лукбука – это самый ответственный момент как для дизайнера, так и для меня как куратора проекта. Я очень надеюсь на то, что у нас получится сильный профессиональный продукт, с которым будет не стыдно выйти к специалистам индустрии моды для презентации. Привет, я Аня, я из Москвы. Я художник-моделье, учусь в Московском художественном промышленном институте. В этом году я решила участвовать вообще во всех конкурсах, которые есть для модельеров, и в том числе я участвовала в конкурсе «Взлёт». У меня, в принципе, очень много идей, и одна из идей, которую я на данный момент развиваю, это концепция осознанной оболочки, то есть осознанной одежды. Это всё связано с глобальной проблемой, связанной с экологией и переработкой мусора, переработкой материалов для одежды. Я считаю, что дизайн, ну как это изначально и было, это прежде всего польза. Я очень люблю читать, и сейчас я читаю книгу Толстого, и у меня очень близка его концепция жизни. Ну а так я люблю рисовать. Рисовать в программах и на бумаге шить, что-то делать объёмные. Для меня, наверное, это важнее всего. Ну, Аня, я знаю, уже года четыре, по-моему, пришла девочка к нам на третий курс, немножко такая скромная. Но с самого начала она дала понять, что не хочет просто выполнять задания. Какие-то были у неё особые всегда мнения о том, что нужно делать. Идея этой коллекции родилась где-то года полтора, по-моему, назад. Аня показала мне первые свои эскизы. Там был какой-то шар такой, перевязанный, какими-то шнурами. Ну, мы с ней поговорили, я объяснил, как ей это сделать физически. Вот. И вот эта история продолжается уже полтора года, по-моему. И мне нравится, что Аня ушла от этого глухого-чёрного решения. То есть там была такая идея, что чёрные вещи перемотаны чёрными лентами и всё. То есть такая игра с формой. Мне нравится, что она начала делать белые вещи. Потому что белым всегда виднее игра формы. Мы закончили работу над макетами. Вещи у меня дошиваются. Осталась всего неделя. Я переживаю, потому что через неделю будет съёмка. Но вроде бы всё идёт по плану. И мы всё успеваем. Сегодня мы снимаем лукбук нашей коллекции. И это очень ответственный день, потому что это первая серьёзная съёмка в карьере Ани. Мы готовили эту съёмку около трёх недель. Всё по-взрослому, всё очень серьёзно. Мы сейчас находимся в студии Кэллофт. И уже вся команда в сборе. Уже начали готовить модель для съёмки. И сейчас идут самые последние приготовления. У нас сегодня очень сложная задача. Потому что мы должны снять с одной стороны лукбук. Это 10 образов. С другой стороны у нас задача снять ещё и кампейн. Это рекламная съёмка. Она будет состоять из трёх или четырёх образов. Она будет дополнена декорациями. Агентство прислало мне несколько вариантов моделей. Я выбрала Вику, потому что, на мой взгляд, она максимально отражает образ моей коллекции. Я думаю, что это лучший вариант для съёмки. Аня большая молодец. Сделала очень практичную и интересную коллекцию, которую можно применять в жизни, в любых ситуациях, в любых условиях. Мне очень нравятся такие вещи, которые можно миксовать между собой. И использовать их в разных целях. Фон, который мы использовали на съёмке, хорошо подчёркивал виды материалов, которые использованы в коллекции. Это хлопок, лён. И поэтому это очень хорошо дополняло друг друга и показывало переход из одного в другое. Ткань, продолжение фона, бумаги и наоборот. Мы снимаем довольно-таки просто, на простых фонах. Белая бумага, крафтовая бумага, белая цифлорама. Просто потому, что эта коллекция не требует никаких сложных дополнений. То есть была идея, не знаю, построить сложные кубы, но этого здесь не надо. Потому что настолько она самостоятельная, самодостаточная, эта коллекция. Настолько она по-хорошему сложная в своём крое, в своём изобретении каком-то, новом слове в дизайне, как бы это громко ни звучало, что дополнительных украшателей и каких-то сложных концепций здесь просто не нужно. Нужно просто показать её прелесть и вот этот вот её конструктивизм прекрасный. Вот и всё. Всё то, что мы сегодня отснимем, мы увидим в гигантском формате А0. А0 уже очень скоро на ВДНХ в павильоне «Космос». Я Ирина Галинска, директор проекта «Взлёт» на ВДНХ. «Взлёт» — это специальный проект ВДНХ в поддержке молодёжного искусства. Из года в год мы проводим открытый конкурс. И по результатам открытого конкурса проводим пять выставок. Проект «Взлёт» стартовал в 2016 году. Нынешний сезон четвёртый. Анна Халиулина — студентка четвёртого курса Московского художественно-промышленного института. Она приняла участие в открытом конкурсе и победила, с чем я её поздравляю. Считаю, что она действительно отличный и крутой проект. Категория «Мода» в четвёртом сезоне была возвращена в проект «Взлёт». И мы пригласили стать куратором Андрея Каби. Начиная от продакшена, заканчивая пиаром. Мы ведём проект на каждом этапе. У нас крутой архитектор и дизайнер. И мы всегда готовы прийти на помощь и оказать любую консультацию автору. Собственно, так и происходит работа над любым проектом. Сегодня мы у павильона «Космос». И мы ждём Аню, чтобы впервые показать ей будущую выставочную площадку. Аня! Привет! Рад тебя видеть. Я тоже. Идём смотреть наше помещение «Будущее». Это другая часть павильона «Космос». И очень интересно, потому что в ней практически не было мероприятий никогда. И твоя выставка станет модным дебютом этого нового выставочного пространства. Вот. Идём. В нашем распоряжении будет зал около 70 квадратных метров. Согласно концепции Анны, мы показываем полный путь создания коллекции, создания вещей от эскизов и макета на манекене до финального изделия, который уже можно надеть на себя и использовать в повседневной жизни. Это большое пространство, но я уверена, что мы справимся. У нас будет несколько зон, и моя коллекция будет выглядеть очень круто в этом пространстве. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова